Законопроект поможет изменить одно из условий предоставления льгот по транспортному налогу жителям республики. В первую очередь речь идёт о пенсионерах. Сейчас они могут получить скидку 50% при уплате налога, если их автомобили имеют мощность не более 100 лошадиных сил. Парламентарии предлагают повысить эту планку до 150 лошадиных сил. Большое количество обращений поступало и на фракцию КПРФ по этому вопросу, и при посещении мною районов Карелии и в социальных сетях многие пенсионеры обращались на несправедливость данной нормы закона. Льгота существует, закон существует, но по сути он не действует на ту группу льготников, о которых говорится. В случае, если законопроект поддержат, владельцы более мощных автомобилей из числа льготников смогут оплатить налог со скидкой. Сейчас таких машин до 150 лошадиных сил выпускается и продаётся много, добавляют депутаты. Самые популярные бюджетные автомобили имеют более 100 лошадиных сил, и пенсионеры не имеют права воспользоваться этой льготой, 50% скидкой. Они сейчас платят налогу около 3,5 тысяч рублей в год, а скидка составит 1750 рублей в год, что является всё-таки существенной поддержкой. О важности инициативы говорят и сами водители. Время такое, что всё больше и больше автомобилей выпускается, и в том числе наших, как бы отечественных, с большей мощностью. Считаю, что это очень правильно, что те, которые являются владельцами автомобилей свыше 100 лошадиных сил, тоже сделать 50% скидку на транспортный налог. На следующей неделе законопроект рассмотрит профильный комитет. Добавим, что в число льготников, которые получают скидку, кроме пенсионеров, входят люди предпенсионного возраста, инвалиды, ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС. Юлия Бераева, Александр Борисов, Служба новостей.